Здравствуйте, в эфире новости в студии Евгений Синебок. Югорчан, которые могли бы при желании сделать прививку. Завершили вакцинацию 551 098 человек. Вместе с этим главный врач округа рассказал, что в Югре развернули дополнительные ковидные госпитали. Общий коечный фонд составляет 2326 коек. На днях открыли ковидные отделения в Радужном и Пойковском. Также возобновило работу отделение в Мегионе. Стационарное лечение продолжают 1795 пациентов. Жители Югры стали чаще жаловаться на работодателей в связи с обязательной вакцинацией некоторых категорий граждан. Об этом на заседании Оперштаба рассказала уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стрибкова. Аппарат омбудсмена подготовил разъяснения, которые указывают на обоснованность отстранения от работы сотрудников в связи с отсутствием профилактической прививки. Прививка от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Она становится обязательной в том случае, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категории граждан-работников отдельных отраслей. На сегодняшний день в Югре принято подобное постановление. Наталья Стрибкова уточнила, что Трудовой кодекс гласит не о праве, а об обязанности отстранить работника от выполнения им трудовых обязанностей в связи с отсутствием прививки на период эпид неблагополучия без сохранения зарплаты. Работодателю необходимо издать приказ о проведении этой вакцинации и рекомендовано изложить в этом распорядительном акте не только сведения о необходимости иммунизации и сроки проведения, но самое важное, на что обращает внимание Минтруд, в документе необходимо также зафиксировать, что сотрудника, отказавшегося от прививки, не имеющего документа, подтверждающего, что он освобожден от прививки по медицинским показаниям, могут отстранить от работы. И с этим документом необходимо ознакомить работников под роспись. Это очень важно. От грамотно проведенной, качественно проведенной разъяснительной работы зависит сегодня настрой работников, зависит планомерность прохождения прививок. В Югре должники по алиментам выплатили своим детям почти 500 миллионов рублей. В окружном управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги работы за 9 месяцев. Как отметили в ведомстве, около 80% от всех исполнительных производств относятся к уплате алиментов. Всего с начала года привлечено к административной ответственности 938 должников и возбуждено 348 уголовных дел. Отмечу возбуждение уголовного дела – крайняя мера. К ней прибегают, если не помогают другие ограничения. Арест имущества, ограничение выезда за границу. В общей сложности судебным приставам удалось взыскать с должников по алиментам 488 миллионов рублей. Все деньги направили в пользу родителей, которые воспитывают ребенка в одиночку. Хочу сказать, что процент увеличения взысканной суммы прошел практически на 80%. Практически на 80% с прошлого года. Понимаете? То есть вот эти 500 миллионов – это то, что дети дополучили. За минувшие сутки в Югре произошли 4 дорожные аварии с пострадавшими. 6 югорчан получили травмы, из них двое – дети. Одно из ДТП произошло в Горноправдинске. Мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. Автомобиль опрокинулся, пассажиры получили травмы, в том числе годовалый мальчик. Отмечу, что автомобиль был на летних шинах. Кроме того, за сутки югорским автоинспекторам удалось задержать 5 пьяных водителей. Еще 6 человек отказались проходить медицинское освидетельствование. Двое водителей сели за руль под градусом уже не первый раз. Штраф за выезд на встречку получили 26 югорчан. 24 человека нарушили правила перевозки детей. В Сургуте и Ханты-Мансийске заканчивается строительство школ. Ход строительства образовательных объектов обсудили накануне на заседании Координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства. Так, в Ханты-Мансийске уже на 98% готова вторая очередь средней школы номер 8. Максим Ряшин отметил, что сейчас в здании выполняются работы по внутренней отделке и благоустройству территории. Сургутская школа в 33 микрорайоне готова на 99%. И по словам заместителя главы города Григория Невоструева, уже в декабре новая школа примет 900 учащихся. Также отметим, что в Ханты-Мансийске продолжается строительство школы на 1725 мест в микрорайоне Иртыш-2. Известно, что на объекте уже выполнены подготовительные и земляные работы, а общая готовность общеобразовательной школы составляет 25%. Сегодня «Мамонт» и «Югры» сыграют второй матч против команды «Авто» из Екатеринбурга. Встреча состоится в Ханты-Мансийске. Накануне команды уже встречались и вверх в этом противостоянии взяли гости со счетом 4-2. На сегодняшний день «Мамонты» и «Югры» имеют в своем активе 14 очков и занимают девятую строчку в конференции «Восток». «Авто» благодаря вчерашней победе смог подняться на шестое место. Игра состоится в 19 часов в Ледовом дворце. Напомню, что трибуны могут быть заполнены только наполовину, а болельщикам необходимо при себе иметь маски. Также игру можно посмотреть онлайн на сайте МХЛ. 17 октября в 14.00 в Ханты-Мансийской городской библиотеке номер 6 состоится семейная игровая программа для детей и родителей «Папа может все». Вас ждут увлекательные конкурсы, знаток автомобилей, угадай рыбу, мужские дела. Мероприятие приурочено ко дню отца. Отметим, что в России этот праздник учредили совсем недавно. Впервые он будет отмечаться в ближайшее воскресенье 17 октября. А теперь официальный курс валют. По данным Центробанка России, американская валюта выросла в цене на 24 копейки. Стоимость одного доллара сегодня составляет 71 рубль 88 копеек. Стоимость европейской валюты также выросла в цене на 17 копеек. За один евро сегодня предлагают 83 рубля 10 копеек. К этому часу у меня все. Увидимся на телеканале Югра. Предприниматель Михаил Лисков каждое утро начинает с мониторинга бизнес-аккаунтов в соцсетях. Своей жизни без такого утреннего серфинга сургутянин не представляет. Говорит, что теперь напоминать о себе покупателям нужно каждый день. Поэтому в органайзере у него прямые эфиры с подписчиками, ежедневные посты в Инстаграм и общение с клиентами в соцсетях нон-стоп. Интернет стал для бизнесмена даже не нормой жизни, а обязательно ее составляющей. Часто приходится передвигаться по округу, между городами, и всегда важно оставаться на связи. То есть не только, чтобы было четыре полоски деления связи, но и интернет для мессенджеров и так далее. Пользуясь социальными сетями, часто приходится выходить в прямой эфир в Инстаграме, в других социальных сетях по работе, не только в городе, но и за его пределами. На такой бум интернет-общение повлияла пандемия. В исследовании в ЦИОМ говорится, что с коронавирусными изменениями россияне стали чаще серфить в глобальной паутине в поисках новостей и интересного контента. И особенно важной для жителей стала высокая скорость интернета. Именно такую, по данным Международной независимой компании УКЛА в Югре, можно найти у Мегафона. Интернет этого оператора был признан самым скоростным после анализа более 38 тысяч тестов, сделанных самими пользователями передачи данных. Причина в активном развитии сети. Ежемесячно мы видим, как растет интерес югорчан к интернет-серфингу. Опытными пользователями быстрого интернета становятся и те, кто совсем недавно довольно консервативно относился к технологическим новинкам. Этому способствует модернизация сети в округе и доступность услуг. С начала года мы модернизировали более 100 базовых станций, что на порядок улучшает уверенный прием сигнала, а также повышает скорость для скачивания информации из сети. Сейчас, по данным экспертов УКЛА, мобильный интернет в Югре работает со скоростью 32 мегабита в секунду. И это только средние значения. В Мегафоне добавляют, что улучшения при выходе в глобальную сеть могут оценить жители Сургута, Нефтьюганска, Нягани, Лангипаса, Пытьяха, а также нефтяники Тайлаковского, Чистинного и Ачимовского месторождений.